Здравствуйте, Натя! Сегодня для диалога мы пригласили депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяну Якубович. Татьяна Романовна, здравствуйте! Здравствуйте, Вероника! Здравствуйте, телезрители! Татьяна Романовна, депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Вы были избраны впервые. Расскажите, пожалуйста, о первых впечатлениях о работе. Да, действительно, Вероника, я избралась депутатом половатых представителей впервые, и впечатление у меня очень, я бы хотела сказать, что очень позитивное и хорошее, потому что действительно те 110 человек, которые представляют нашу страну и интересы нашего народа, они, безусловно, профессионалы в своей деятельности, они с определенным багажом знаний и, конечно же, со своей мудростью в различных направлениях. Расскажите, пожалуйста, в какой комиссии вы работаете, какие законопроекты рассматриваются в ней, над чем, может быть, сейчас работаете? Я являюсь заместителем председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Помимо законов, в любой комиссии, безусловно, у нас еще присутствует и ратификация закона. Совсем недавно мы приняли ратификацию закона правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования и науки. Это был такой, я бы сказала, маленький прорыв в наших образовательных отношениях, потому что там уже четко прописано, какая категория граждан, по каким направлениям мы будем обмениваться. То ли это переподготовка, то ли это обучение. То есть простым языком это выделена определенная квота для ребят из Польши у нас и для наших ребят в Польше. И также обмен учебниками для меньшинств, присутствующих в Республике Беларусь, польских и для белорусских в Польше. То есть, конечно, такое сотрудничество, оно будет идти только во благо. Учитывая, что мы, безусловно, и в 2015 году наша страна принята в баллонские процессы, какие-то, безусловно, и стажировки, преподаватели, и студенческие обмены, они просто необходимы. И это будет позволять эти обмены делать в том числе. Но ведь обмены проходили и раньше, и литературой в том числе. Это были конкретные договора о сотрудничестве, например, между ВУЗом и ВУЗом. А это уже между правительством и правительством. То есть это уже, можно так сказать, общий договор между всеми ВУЗами Польши и ВУЗами Беларуси. Насколько изменилось впечатление о работе депутатов, о законотворческой деятельности после того, как вы на все это посмотрели изнутри? Очень интересный вопрос и правильный, потому что я, наверное, тоже как обыватель, когда смотрела заседание в овальном зале, мне казалось, что депутаты, они просто, как нас очень часто критикуют, просто нажимают одну из кнопочек, да или нет, и законы таким образом принимаются. Все это далеко не так. Любой закон приходит в определенную комиссию заблаговременно. И та комиссия обязательно делает рассылку по всем другим комиссиям для предложений и замечаний по данному законодательству. Если этот закон пришел, например, в нашу комиссию, и ответственный депутат создает рабочую группу, в которой присутствуют все желающие, и министерства, и ведомства, и депутаты, которые могут прийти на заседание рабочей группы и внести конкретное предложение, либо замечание. Вот как раз-таки на этих группах, безусловно, проходит очень бурное обсуждение, потому что, когда выносится закон уже в овальный зал, он уже все согласования прошел. И, безусловно, там уже идет этап просто утверждения, либо в первом чтении, либо во втором. Поэтому, конечно, это очень такая кропотливая работа, и я бы сказала, она очень непростая, эта работа, которая действительно там находится внутри. Если говорить про нашу комиссию непосредственно, то вот совсем недавно я была ответственна за закон об патентах на изобретение, полезные модели и промышленные образцы. Так вот, чтобы этот закон был принят в первом чтении, мы провели семь рабочих групп. Причем эти группы, ну, с различными ведомствами. И самым таким острым дискуссионным вопросом была статья «Патентовать, либо не патентовать методы лечения». Методы лечения к ним относятся диагностика, протезирование и так далее. И, конечно же, даже научно-республиканские центры, или так, научная медицинская общественность, они между собой разделились. Потому что, с точки зрения, если говорить о самом патенте и его определении, то, коротко, это монопольное право на что-то. Правильно? Но метод лечения и в нашем социально-ориентированном государстве он не может быть монопольным правом на что-то. Безусловно, любой врач, который изобрел какой-то метод лечения, безусловно, в нашей стране он распространяется на все остальные клиники. И он не имеет такого серьезного экономического эффекта, как патенты, например, на изобретение на каком-то предприятии, когда они на этом зарабатывают неплохие средства для предприятия. А здесь больше такой момент, даже имиджевый, мы бы сказали, потому что, наверное, и то, что по результатам прошлого года более 40 стран мира приехали к нам на лечение в наши клиники, конечно же, это и условия, безусловно, конечно же, это и цена, ну и, конечно же, профессионализм наших медиков, который и закрепляет это авторское право именно вот в этих патентах. Поэтому мы ко второму чтению готовимся, и этот вопрос мы еще не сняли, потому что будет еще следующая рабочая группа. Вот уже с Министерством здравоохранения и с новым министром здравоохранения. Поэтому все, что происходит на рабочих группах, это, наверное, ну вот то, что происходит, ну, конечно, не так прямо, но в ради Украины. Ну, то есть там у нас такие серьезные, бурные обсуждения, и очень много у нас проходит семинаров вообще в Палате представителей по тому либо иному закону. Когда проходит семинар, туда могут приходить любые депутаты и напрямую министрам, замминистрам профильной комиссии задавать все интересующие вопросы, потому что на самом деле, когда мы приезжаем из округа, к нам приходят люди на прием, и, конечно же, они задают конкретные вопросы, которые их интересуют. И мы эти вопросы там озвучиваем в том числе. Женский взгляд в Палате представителей национального собрания стал более заметен, их стало больше. Скажите, пожалуйста, в вашей комиссии сколько женщин? Не сложна ли эта работа? Ведь общество издавна представлялось и привыкло к тому, что чиновник — это мужчина. Само слово — чиновник мужского рода. Вот сейчас идет переориентация, и все больше женщин в политике. Если говорить в целом о Палате представителей, у нас 38 женщин. Это практически 35%. Если говорить про нашу комиссию, наша профильная комиссия состоит из 10 человек, из них 7 женщин и 3 мужчин. Ну, гендерное равенство никто не отменял. Мы, женщины, все боролись за какое-то равноправие. Мы его практически получили во всех отраслях. Ну, если говорить уже серьезно, то, наверное, суть женщины в том, что помимо того, что она должна быть матерью, у нее все равно заложено более такое, понимаете, она решение всегда принимает более осознанно, более обдуманно, более так выверенно, я бы сказала. Поэтому, наверное, от того, что появились женщины, и их много в Палате представителей, как однажды пошутил наш спикер, он сказал, ну, женщины будут немножко контролировать мужчин. Поэтому, ну, это, конечно, безусловно, шутка, но я считаю, что ничего в этом плохого нет, потому что и у нас есть с вами очень много примеров, когда руководитель даже какого-то крупного промышленного предприятия женщина, и это предприятие является очень успешным. Поэтому я ничего здесь такого отрицательного не нахожу, а наоборот, мне кажется, что это повлияет больше на, наверное, на качество даже принимаемых законопроектов. Ну, вот ваш внутренний, скажем так, взгляд, насколько сложно женщине быть депутатом или легко? Как вы приняли это для себя? Ну, если говорить конкретно обо мне, я человек, который от рождения, можно так сказать, или придя в первый класс, я всегда уже занималась общественной деятельностью. В первом классе я была председателем Октябрьской организации. Когда приняли в пионеры, я была председателем пионерской организации, а когда меня еще не успели принять в комсомол в седьмом классе, но я уже была членом бюро райкома комсомола. То есть для меня, ну, я бы сказала, это жизнь. Дальше, когда была стадия в университете, я была все пять лет старостой и председателем профсоюзной организации математического факультета. Когда я приехала в Баранович, у меня сразу тоже как-то все так закрутило, и, наверное, восемь лет, которые я пробыла проректором по воспитательной работе, и когда в нашем городе вуз один только, и когда мы постоянно участвовали во всех мероприятиях нашего любимого города, Поэтому это тоже, наверное, накладывает какой-то отпечаток, и тебе хочется, чтобы вот с каждым годом наша сторона больше была окрепшей, конечно же, чтобы и наш город стал еще краше. И он и так уже за последнее время, ну, очень преобразился, и наши улицы, и наши дома, которые из серых превратились в такие красивые. Это, наверное, вот такое системное, правильное, правильная работа руководства нашего города, за что мы им тоже очень благодарны. Татьяна Романовна, Вы уже неоднократно проводили приемы личные в своем избирательном округе. А с какими чаще всего вопросами к Вам приходят, что волнует горожан? Конечно, приемов было очень много, и хочу Вам сказать, что люди приходят, ну, с очень разными вопросами. Это и вопросы земельных участков соседей, когда они не могут их поделить. Конечно же, самый главный вопрос — это дороги. Это, конечно же, строительство детского садика и школы в новом микрорайоне Боровки. Это же, конечно, и декрет номер три. И, конечно же, в последнее время это трудоустройство граждан. То есть люди обращаются по любым бытовым вопросам. Поэтому мы принимаем всех без исключения, и даже иногда не со своего округа, и это не составляет ни для кого труда. И, конечно, в каждой ситуации пытаемся разобраться. Здесь у нас налажена тесная работа с Барановическим горисполкомом, со всеми отделами. И мы тоже им, как депутаты, благодарны в этом. Потому что, безусловно, конечно же, очень волнует народ и капитальный, и текущий ремонт зданий. Потому что, конечно же, несмотря на то, что наш город не очень старый, как мы себя позиционируем, но все равно уже есть дома, которые требуют ремонта. И, безусловно, в исполкоме есть график текущих и капитальных ремонтов. И нам просто с народом разговаривать и говорить им о том, что, безусловно, и ваш дом будет отремонтирован. Но, согласно графику, и немножко чуть позже. Поэтому у нас тесная связь с исполкомом, и это радует. Совсем недавно наш город отметил 146-ю годовщину. Ни много, ни мало. Что бы вы сегодня пожелали барановичанам? Ну, я, во-первых, присутствовала на этом мероприятии. И хочу поблагодарить и городские власти, и организаторов этого мероприятия. Потому что я думаю, что все горожане получили истинное удовольствие от этого праздника. И Ночь музеев, которая впервые была организована в этом году, я тоже думаю, что оно принесло свою лепту в этот праздник. И, конечно же, я желаю всем нашим гражданам, в первую очередь, мира, добра, душевного спокойствия. И пусть вас благословит Бог. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, сегодня гостем в нашей студии была депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович. Всего вам самого доброго. До встречи в эфире.